ты на святого духа тебе брат сегодня у нас 23 октября октября у нас сейчас снег идет большими хлопьями 2022 года у нас нормально сухо прохладно завтра у нас тоже будет еще так прохладно у вас до 1 минус 1 а у нас 0 у нас это очень сильный ветер был сегодня вчера еще начал дуть свечи на очень сильно шатал тут на доме все что можно лестницу пытался у меня шатать трубу поставили отлетела труба по-новому прикрутили вентиляционная для газа а ты в каком доме ты живешь пятиэтажными для пятиэтажный первый этаж а пятиэтажки хрущевская или уже новой постройки хрущевская хрущевская но у вас я вижу у тебя отделка там идет косметический ремонт мы сами сделали конечно стены вообще строили я не знаю кто это строил стену вот такие а ну не было никаких тогда отделочных поделочных вот таких называется черновая штукатурка я как отделочник профессионал но не не очень богатым опытом 10 лет у меня всего может чуть побольше 15 могу сказать что черновой шпаклевки не было и все ничего не было был цемент один я имею ввиду саму стену как она лежит она идет как бы винтом вот так вот начинается и вот так вот винтом заканчивается а это же же бы и такие были раньше быстро все делали их настряпывали везде по всем вот у вас там же бы эти были где более-менее большие города везде же бы и мама вот у меня работала инженером ее переквалифицировали то на сельхоз снаб то на кирпичное дело то на сапожное вот чего не хватало где она шла как инженер то есть она была там сколько там бригады были какие-то она сверху там и вот эти разнарядки всякие так далее она всю жизнь этим проработала что-то строили что-то выпускали везде ну то есть при социализме очень много чего было работы на всех хватало я начал работать 14 лет сначала в геодезии потом помогал в инженерной геологии брали из-под буров буровых машин керны отвозили в лабораторию в лаборатории работали как лаборанты то есть проверяли на давление на термос на термостойкость там и так далее вот эти вот керны потом опять выезжали с 14 лет уже занимался я уже 14 лет привезли машину камаза я работал на этот сейчас скажу как называется завод этот по восстановлению автомобильных покрышек завод восстановительной то есть что это такое старые шины берут с них специальным аппаратом на станке таком но его опускают закрепляют ну какая там шина а перед этим ты выдергиваешь все гвозди какие там есть там по кругу вот так ужасно могу это он уже ты раз смотришь пассатижами там или такой выдергай выдергиваешь все это если что-то не идет то прям высверливаешь там то есть вы ну вот вытаскиваешь чтобы она покрышка была не про это корт был не поврежден металлический чтобы она более-менее была покрышка то есть за новый протектор что ли навязали новый протектор да не нарезали зачем этот срезаешь протектор этот связаешь протектор а потом его это когда срезал то это откидываешь эту штуку который срезал там ну там вот такая как это удерживать там вырезаешь это с одной стороны с другой а потом запускаешь его она колесо это сама прокручивается и ты его промазываешь клеем клей тут у тебя ты его прям раз и так промазываешь она крутится ты вот он все в клею а потом у тебя вот такой тюк сырой резины с одной стороны и с другой стороны вот такой плоский идет на 45 градусов понял да под 45 градусов он такой толстый сырая резина вот такая широкая вот такой толщины и концы вот так скошены под 45 градусов когда ты концы соединяешь то они у тебя под 45 градусов ты смотришь какого для какой машин для какого он этого для диаметра и прямо так вот его представляешь вот так прям а у него такие два валика и ты нажимаешь эти два валика тактик находят туда и она клею вот это вот всю ее ну то есть вот так получается у нас все делал в 14 лет 15 вот пришел это камаз 11 тонн этой сырой резины а насколько там вот такой вот такие вот пакеты ему они разные для грузовых машин для легковых там короче вот 35 килограмм и там до 20 чем-то и и надо перебросать это все я один этот камаз выбрасывал надо было подойти в определенное место выбросить там склад такой там этой резины куча там кидаешь а потом приходят там эти кто развозит на тележках и они выбирают себе какие надо где но этот же он же и я был потом на тележке подъезжаешь когда там работаешь с цеху то не вот один я в 1 14 лет камаз сила мощь judo так и все и поэтому работать я работал уже с 14 лет полный рост уже работал прям и приносил домой деньги отдавал маме маме то есть поэтому у меня с родителями нормальное отношение никогда не на ни от чего не отлынивал не любил работать сильно как бы на земле потом полюбил любил ягоды собирать любил картошку чистить картошку чистить очень люблю я бы вами пошел сейчас я картошку чистить морковку картошку вот люблю сливать с овощами возиться вот владимиром пащенко мы сейчас засаливали капусту насолили 80 килограмм я шинковал капусту вот у меня мозоль на пальцы вот от шинковки он морковочку делала я капусту целыми днями один раз сколько первый день 8 часов шинковал второй день 7 это топориком стали вот так вот нет это осекать такой у него ручка сверху идет все качество такой такой большой нож такой он такой широкий острый и прямо так порезал кочерыжку вырезаешь и гнать тихом и гнать и гнать их натирает потом любит кочерыжку него 4 мешка полных капусты нравится можно беседовать этот момент там что-то слушать вот мы там слушаем проповеди и так далее а вот скажите воскресенье что конкретного нельзя по дому вот нельзя я так понял работать да что не по дому делать ну по дому что делать по дому при убираться там и так далее это ни к чему а если что щенок написал то надо убрать а так ну сиди делай занимайся ну воскресенье у нас гляди сколько всяких вот у нас как сегодня мы пораньше приехали где часов 12 12 подъехали в четыре часа уже нужно выходить на содружество но вот до этого я уже когда тихо ночью вышел с ним побеседовали и к вячеславу семена вышел еще с ним побеседовали еще там по васапу переговаривался и так далее то есть времени нету а у меня будет два бутерброда съел и все и уже начал даже не завтра но два бутерброда там и попил кружку и все вот вы мне порекомендовали его 6 7 том вот про монашество почему вот читать 6 7 тонн а почему как раз такой не с не с первого дома с первого тома я оглашенным рекомендации даю даже не с первого тома к истинному православию вот то что сегодня спаси от лжи это просто тема ну бомба так а это только один из пунктов которые я сразу предлагаю проходить то есть полностью там сколько получается 19 по моему ну которые идут по теме к истинному православию давай откроем давай откроем я открою сейчас подожди а вот у меня прямо за стоит я же открывал когда брат сказал кого я открыл сразу вот сейчас открываю и еще не открываешься не хочет сейчас откроем вот все вот она гляди а гляди сейчас 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 демонстрацию экрана вот этом я стал дока уже потому что я люблю картинки ставить людям что значит дока дока это значит доктор вот гляди это наше старое слово еще социалистическое ну ты дока короткая доктор то есть но профессор в общем так это как бы симмером вот гляди к истину православия вот это вот все вот вот все ну можно чуть-чуть опустить последняя гордость папство человекоубийство фатимское чудо и обращение в суд граждан гражданин гражданин гражданских христина а вот вот 23 23 23 вот это все надо прочитать вот это все надо прочитать это немного немного ты читал к лжи да ну и чё сколько там затратилось ну недавно я не засекал ну немного 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 ну сколько ну пускай страницы 45 может не больше чё это ну и все тут вот такое вот такое на тихоныч он делает выборки выжимки он там не льет воду как вот те кто любит лить воду он прям выбирает конкретно чуть-чуть сказал и у него то же самое с ответами на вопросы бывает он там как растечется пример там особенно жизненный то что прошло тут у нас а так если у него коротко местописание и он раз пояснения иногда я даже думаю дать им больше может сказать а он не говорит оставляет для того чтобы твой разум начал позаботился вот видишь вот это и вот это с этой стороны вот ответы на 4124 вопроса вот это вот вот-вот-вот видишь 55 55 их ты что такой мысляный малыш ты хочешь с дядей поздороваться тетушка мы что-то дрожим мы дрожим лапка дрожит у нее ты чё боишься и плечет маленьких не поймешь вот это все на 33 тома вот это вот 30 так вот эти вот все темы 55 тем вот 4124 вопроса на 33 тома открытым оком я выбрал из них 11 по моему чтобы прошли оглашенные остальные для твоего как говорится это и из них но будет наверное томов на 8 вот эти вот то что я предлагаю томов 8 на томов вот а там у него еще есть проповеди там темы есть огромные там по страниц по 40 даже бывает то есть на тигность он бывает раскрывает тему там долго часа полтора одна тема это тогда такие были темы в начале еще когда только общего становилось у него было что сказать людям и тут люди при появились и игнатинс говорил 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 и говорил сейчас у у него таких ним не бывает вот эти тематика прям по тематикам но я их нет я их это ты думал потом сам решишь читать что тебе конечно лучше все прям подряд вот вот для слова божьего дни туз это может читать вот я тоже хотел нет еще я про это хотел спросить это около сотни страниц вот это будет обыгнать тихоныч конкретно это ты уж сам читаете что могу сказать узнаешь обыгнать тихоныча вот новый завет толкования мы проходим вот все книги игнатия лапкина вот тут тут все тома эти его 33 тома для у нас там у златоуста златоуста но я просто как что я вот как я проходил все я сейчас прочитал все прочитал что тут написано везде всех книги игнатия лапкина все это прочитано мной стихи все прочитано размышления есть можно по любым там этим вопросом заниматься вот это вот видишь, вот тут вот гравюры вот гравюры раскрашены Добуновым Игорем Владимировичем, Верхий Завет и у Нагаевой Ольгой Викторовной и Приходке Натальей Николаевной, Новый Завет но так как я был куратором то я кое-что у них переделал, мне не понравилось особенно книгу Откровений я там почти всю переделал они женская рука если ты увидишь, допустим ты не видел еще эти вот конкретно вот эти вот, нет раскрашены а так черно-белые я видел а черно-белые оригинал, так скажем так, а где они, как их добыть-то я не понял куда мне надо нажать а вот выше получается с первого а вот это да это да, наверное да, вот это да ну нажмите вот они вот это это вот ветхозаветные так и вот может вот гляди допустим вот сейчас скажу где я работал очень долго так очень вот это да нет это не так долго я работал это это из эсфирь я понял это что карандашами что ли или как как это раскрашивалось это на компьютере все расскажу вот гляди книга откровений вот допустим книга откровений так сейчас чик коп чик чирик вот гляди это дракон откровения но книга откровения да вот ну и вот дракон у них был зеленый да дракон был зеленый я сейчас вижу что о грех мой я сейчас прям его вижу вот тут вот что-то коричневое вот это это скалы тут течет вода а это коричневое из-под них почему дракон то выглядывает это должны быть или волны или что что я повелся здесь не понял вот это надо было красить краску то есть дракон змей древний древний как его изобразить пришлось но это понятно победитель господь в багренице кровь христа а это меч видишь меч он огненный меч огненный сейчас бы я уже сияние даже смог сделать тогда еще не мог этого делать вот вот я полностью переделал вот это допустим переделал у них ну там ну какой кое-какие а вот допустим вот это вот это вот тоже тут они вообще не смогли ничего пока задать махун а нет я тут не переделал вот посмотри как сделано красиво да а теперь погляди как я делал погляди как у меня к примеру вот подписи нету чего ну вот что конкретно вот здесь изображается а что изображается ну ты ветки завет должен знать есть конечно давай подумаем что это такое это женщина правильно женщина так соломону которая пришла царица нет думаешь царица савская не знаю женщина женщина ветхий завет женщина даже не знаю вот это то что то что вот кто это вот стоит так далее вот это вот гляди персия вот крылатые буки быки с головами и мужи уже почтенные видишь какие бороды у одного у этого такой длины у этого еще длиннее вот тут я думал может быть такая же борода почему-то длиннее это непонятно может она вообще еще ниже борода смотрите вот здесь а нет это нога вторая удали вот это нога ну короче говоря тут да я не знаю даже затрудняюсь ответить ну вот погляди какие одежды нарисовано разрисовано все это красиво приближал до максимума не приближает все ну и так видно пришлось все это вот обрисовывать это все гравюры густава даре но они не раскрашены они черно-белые были нужно было чтобы они обрисли но когда на меньшей на бумаге и меньший формат они вообще смотрятся так ну это из из это из а это мордахей он говорит если от тебя не придет спасение то знай ты дом твой погибнешь а спасение придет от других вот так а вот это вот что у нас кто у нас это женщину это узнаешь как как звали этого человека голова которого здесь я вам притечи что ли ты че это же это же это юдив а не канонические книги а точно это юдив сама красавица ну видишь какие одежды у нее а это голова Алла Ферна военачальника войска вавилонского я считал дважды ударила его мечом когда он уснул что-то такое совершенно верно совершенно верно а вот гляди да полезно даже даже так по картинкам очень даже познавательно да когда эти картинки это очень познавательно вот ну что еще показать ну и сравни вот эту понятно ну не было ну да да тут можно было бы поработать над зверями прям по конкретной ну девчонки чего сказать ну да ладно что есть то есть а вот пожалуйста еще вот очень страшный сюжет поглянь как прописана она а он нарисовал я всего лишь раскрасил погляди погляди какое дерево красивое мне же самому нравится вот тут особенно представляешь вот с этим деревом сколько было возни я допустим вот этот вот участок увеличивал так что он становился вот таким как сейчас мы смотрим вот этот участок то есть по листочку и по листочку раскрашивал кропотливый труд это книга пророка Данила если я не ошибаюсь да точно они ее хотели это совратить это так называется Сусанна и Старцы Шушанна и потом под каким деревом один говорит под этим а другой говорит под другим под зеленым а это дуб вот это вот дуб вот я раскрашивал вот этот дуб под мастиковым ее коварство нынче разгадали поленился ты чужой чужой красотой да мы делали на эту на эту тему делали театральную театральную сценку делали библейскую скорее нам открой у нас это изображал Даниила молодой брат на тебя похожий чем-то да Мриша погляди издалека Марин похож да немножко на Румку да да Рома Рома у нас был тоже такой как ты вот такой скромный парень такой ну потом из него вырос такой хамлюга старовляться он ушел и Игнатия Тихоновича всех нас назвали еретиками нас адептами и суть целый был скромный парень такой спокойный женился только после армии там наверное лет 26 ну вот выползло чудовище изнутри жена тоже сожрали друг дружку сейчас двое детей не знаю как живут старобрядцев вот гляди вот это место известное ну не очень понятное для меня то есть ну Даре вот так изобразил эту печь огненную это запечь такая какие-то две стены сейчас у меня написано даже где-то сейчас Асии три мужа Седрах Мисах и Авденага упали в раскаленную печь в раскаленную огнем печь связанные и ходили посреди пламени воспевая Бога и благословляя Господа вот связанные а тут они видишь развязанные вот Даре видишь подпись Даре ну в общем вот такая ну выбирали вот что ну непонятно несколько ну ладно ну да ладно то есть было и было вот какие сейчас показать сложные такие вот гляди сложная очень сложная никогда не отгадать если не знаешь ну вот смотри кто это а нету гадать придется из какой книги слоны боевые слоны что-то знакомое боевые слоны точно глянь по них сколько человек там сидит и здесь тоже он ну не десяток но нормально сидит его гляди мускулистые ребята на конях кони вороны а может белые просто в отблесках и самый главный персонаж где у нас как его звали вот он я не помню вот он видишь вот этот копье елеизер копье воткнул под брюхо подвес воткнул копье в брюхо слону и слон упал на него весь слон заревел от боли и написано слон упал на него и тогда победили они было убито там за один день миллион человек среди них язычников 800 тысяч так тетушка тебе тут рысушки идут вот такое вторая маковейская вторая маковейская не помню какая 16 глава где-то точно не помню не буду напрягаться а вот гляди вот это вот вот это где такое могло быть где да вон написано да тут написано вторая маковейская но я бы не отгадал не вспомнил точнее тут 13 глава значит там ближе там потому что ближе было подряд просто я взял их оказалось не помнишь вот это место о чем вот этого как звать человека кто-то очень главный герой как думаешь ну наказание или иодора написано или адорный точно наказание или адура где или аду то наверное вот прикрывается эту голову прикрывая пациент военачальник греческих войск из александрии решил войти захватив землю иудейскую решил войти в храм святая святых и в тот момент когда он говорит уже вступил в сокровенное вдруг вышли к нему и к его сопровождавшим мужик говорит на конях золотые и начали его стягать красиво да мечами что ли мечами нет но бить его начали не это не мечи это просто какие-то ну эти как они чем детей там розги какие-то да изобилие его так что он обессиленный все не мог пошевелиться то есть потерялся потом помолился над ним по-моему сейчас кто там был так Анания по-моему был первый священник лишь храм какой тут люди стоят боятся подойти это все его телохранители вот такие вот вещи ну войдешь тут посмотришь тут много чего есть так я к тому что вот и вот и отсюда вот уже выбрал некоторые ты посмотри тому вячеслав у него же он скидывал ты взял этот нет этот чат этот в чат он скидывал там вот эти места какие для для оглашенных ты заявление это подал ему уже нет нет еще не писал у николая надо это ты это ты поторопись потому что тебе пока оглашение никакое не идет мы с тобой так знакомимся пока я тебе рассказываю сюда чтобы тебе подготовиться к оглашению вот вот это надо точно пройти то что я говорю это надо точно вот эти места о библии о богослужении можно о вере о грехе вот эти вот места потом кто-то что тут у нас еще крещение молитва да что ты а вот монашество просто может туда не пятый шестой том а монашество вот раз и вот 652 вопрос каково духовное состояние в монастырях россии можно ли идти туда поступив в монашество видишь какой вопрос мощный как вы оцениваете монастырь который описывается в романе Виктора Гюго отверженный в первом томе вот так вот видео какой вы постоянно говорите что монашество как явление не имеет своего оправдания в новом завете а как же святые отцы монахи такие как ян златоуст Василий Великий и вы сами начитывали жития святых и восхищались их подвигом такие отзывы о монашестве не сеют ли соблазн в молодых сердцах и не подрывают ли доверие к трудам этих святых отцов мощный вопрос да по вопросам найдешь истину вот так вот так а что я хотел открыть а вот я открыл тебе вот к истинному православию вот прям слово Божие священное писание молитвы о покаянии церковная дисциплина церковная дисциплина к примеру открываешь и начинаешь памятка памятка гляди что нужно сразу же сделать в каждом храме и следить за тем чтобы изъятая терния впредь ни под каким видом вновь не произросло и начинается сразу же повсеместно вести полное оглашение катехизации обучения вере христовой приготавливая людей к святому крещению срок подготовки от нескольких месяцев до 5 лет правило апостола Павла 14 готовящимся к крещению надлежит обучаться вере и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитером 6 вселенский собор правило 78 но мы с николаем я по порядку читаю конспектирую с николаем должны были заниматься еще на той неделе тема молитвы дай бог будем заниматься с ним дальше это вот кистином православию и получается с ним работаю вот так вот а чёрки с ним заниматься это ну занимайся читайся читай читать то ты читай все я так понимаю что он сам с тобой занимается то есть занимаетесь и он сам занимается а вот ну да ну конечно что ещё сказать ну надо прочитать просто это всё читать и конспектировать на вопросы потом отвечать а так ты понимаешь ничего не знаешь и что с тобой всё это читать заново ну ты же как бы оглашаешься ну я понял он то есть он вместе со мной я так понял прочитывает выписывает себе вопросы потом я захожу с конспектом читаю ему и он задаёт вопросы я отвечаю так ну я я слышал как у вас происходит всё только не надо ждать-то ничего ты читай да и читай и читай всё подряд прочитал и всё о молитве ну такие основные тезисы и всё ну как всё заучить всё равно не удастся да и не надо тут очень много и так читать надо вот это тоже надо читать ещё ответы на вопросы то есть так вот как он с тобой занимается я ему там уже сказал у нас такого никогда не было как ты начинаешь заниматься как со школьником каким-то человеку 39 29 лет тебе говорю 36 ему 29 почти ровесники ты его что-то там пытаешься экзаменовать его будут экзаменовать где надо что-то его там досконально допрашиваешь прям чтобы он всё прям тему о молитве заучил ну и что ну первое пойдёт а потом дальше когда будет о семье он уже забудет о молитве об этой не ну у меня же конспект есть это во-первых а во-вторых там все темы пересекаются о чём и речь идёт вот и всё и вот надо читать вот просто прочитать чтобы это всё у тебя было перед глазами главное задавать вопросы чтобы понятно было что ты трудишься над этим а вот ответы на вопросы здесь уже легче тут ответ на вопрос идёт конкретно а здесь целая тематика да ты чё здесь коротенько вера допустим гляди вера сейчас мы посмотрим какой вопрос тебе подходящий ты скажешь я хотел бы его знать вот гляди вопрос 601 2 том 2 коротенько 6 глав 1 стих мы же как спаспешники умоляем вас чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами значит благодать Божья может быть принята напрасно вопрос хороший вопрос хороший вопрос сразу охота знать да ну да я бы почитал ну гляди вопрос давай вместе почитай ответ какой бы ответ ну дать здесь можно гляди как коротко и только места писания напрасно в смысле дела напрасно в смысле дела не доведённого до конца если человек начинает строить и не вычисляет расходов ну как я тебе рассказывал речно оглашенным у нас который маму не любил и брата и до сих пор так и ничего непонятно и он говорит 1 Тимофея 1.19 имея веру и добрую совесть которую некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение вере некоторые отвергнули то есть веру и добрую совесть добрая совесть когда тебя ты ложишься на постели там своей ну или ну ко сну отходишь и тебя совесть не обличает ни в чём что ты сделал не то ты почему ты знаешь слово Божие и ты по слову Божьему наполняешь наполняешь свою жизнь словом Божьим и ты так раз раз что я сегодня сделал не по слову Божьему тебе вот там сказали что ты бессовестный что ты там злой и так далее правду сказали или нет ну а почему сказали от чего рассуди и посмотри задай вопрос если что дальше вот откровение 3.11 все гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил имца твоего все гряду скоро то есть Господь говорит гряду скоро это он говорит об одной из церквей по-моему философийской скоро держи то есть ну ты хорошо стоишь чтобы не поколебался дабы кто не восхитил венца твоего вот так держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего то есть у тебя венец уже есть а тут дальше вот конец делу венец конец то есть до конца нужно претерпеть все то есть евреям 10.38 праведный веру жив будет а если кто поколеблется то есть кто не удержит что имеет не благоволит к тому душа моя говорит Господь филиппийцам 3.18 ибо многие о которых я часто говорил вам а теперь даже со слезами говорю поступают как враги креста Христова но апостол Павел знает что если ну знает что он если заплакал то от жалости к тем людям которые не смогли удержать которые поколебались филиппийцам 2.21 потому что все ищут своего а не того что угодно Иисусу Христу то есть вот тему Игнатик раскрыл а ты к этому можешь добавить еще что-то свое по этой теме даже то есть он вопрос открытым тебя оставляет 601 два раза отпечатали его так вот тут сидеть и размышлять над этими словами апостола Павла насколько в наше время есть вероятность спастись ибо судя по всему что творится в мире и в церкви то это очень трудно почему обращаемся сейчас мы не через чудо а через Евангелие и сейчас люди верят чуду больше чем Евангелие почему с чем это связано какие вопросы чудесные вот и вопросики то небольшие ну гляди то есть сигналит тихо и кротко отвечали на допросах мучителям схваченные ими христиане у вас совершенно неверное понятие христианах что они никогда и нигде грубого слова не скажут и никого не оскорбят за себя да они тут голую готовы все перенести а вот когда дело доходит до защиты веры учения христа тут они выступали с таким жаром и находили такой словарный запас что тогдашним прокурорам приходилось только беззвучно ртом воздух хватать апостол павел говорит о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господник вот кадрат 10 марта по прошествии немногих дней я отойду к моему богу ты же вечно будешь горько стонать потому что не захотел познать бога дар вашего тебе настоящую жизнь сын сатаны брат дьявола сообщник бесов нечестивых преодходящий свиней своим бессловесием бешеный пес кровопийца змей алчне зверей пожирающий омерзительное мясо в капищах ругались как Игнат Тихонович свое стихотворение дает здесь и гляди прям тут у него притчи сераха вообще интересно критика анализ и разбор лекарство от тщеславия ошибок кто не приемлет их а на расправу скор тот на болотной кочке явно на отшибе главно притчи такие начнем читать точно там все есть это читай дальше критический разбор поступков и статей что говорим напишем и построим поможет избежать прорваться из сетей стать не фальшивым истинным героем но эти замечания поправки действительно единственное тогда когда по библии не злобой не злобной удавкой сам обличающий сознанием не балда сознанием не балда не балда когда он может рассудить увидеть проверить по священному писанию не оскорбить унизить и обидеть нотации занудную часами не оскорбить унизить и обидеть нотации занудную часами так у обличающего мужество и такт терпение выдержка владение языком пророк нафан не замышлял теракт к Давиду подбирался не ползком кто согрешил открыто непокорством тех лицемерия упреком при гвозде апостол Павел может мал был ростом сто крат возвышение сонмища верзил сто крат возвышение сонмища верзил знаешь что такое верзила ну здоровый амбал правильно верзила так где а да нелегко нам критика сносилась да нелегко нам критики критика сносить теперь его несносные укоры без этих цензоров как будто легче жить своим мирком келейна за забором но если обличающего глаза нет вовсе в старом верческом болоте за сотни лет ни звука и ни разу не виноваты ни душой ни плотью вот это говорит ни душой ни плотью да вот это говорит пороков нет долг божий оскверненных не исправит иеремия не перенес им свет ни златоуста нет ни книги правил так это что получается 4 августа 2003 год игла Игнати Лапкин ни златоуста нет ни книги правил ты сегодня был на занятиях слышал как я читал стихи да да про маму там про отца да очень сильно сильно мы привыкли что святые очень кроткие и с ними так просто было жить так ли это они были люди и некоторые живыми сохранились даже в монашестве и святительстве встречаются такие биографии святых с которыми жить было опасно они сеяли вокруг себя смерть и наказание может быть нам таких не хватает на этот бедлам патриархийный чтобы он ускорил взорвавшихся укоротил взорвавшихся Деяния 5.9 но Петр сказал ей что это согласились выискусить Духа Господня вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут написано упало бездыханное филиппийцам 2.12 со страхом и трепетом совершайте свое спасение и вот про Иону митрополита московского вот можешь почитать святой святой иона сподобился получить от Бога дар чудотворения исцелять недуги и предсказывать будущее так молит так молитву своею он воздвиг от одра болезни дочь великого князя бывшую при смерти виде это чудо один неверный по наущению дьявольскому стал говорить святому что великая княжна исцелилась от болезни не по его молитве а что болезнь прошла сама по себе когда блаженный иона призвав человека того получал его не хулить благодать святого духа и говорил ему сын мой не сомневайся ни в чем либо сын мой не сомневайся ни в чем ибо Лукан невозможное человеком возможно Богу человеку возможно Богу Бог даровал жизнь от раковицы по вере а главное надежде ее держав державных родителей державных родителей знаешь что такое державные ну то есть власть имеющая держава это была такая булава палочка такая скипетры держава царя да и он поэтому песня есть там Божий царя храни сильный державный царствуй на славу нам на славу нам царствуй на зло врагам царь православный Боже царя царя храни не удержали прекрасное было песнопение для человека сейчас мы жили и жили а эти удержали сейчас поменяли короля англосаксы а мы монархи то что от Бога хотя бы это осталось а теперь начинаются президенты дивиденды вот так вот по вере ее царственных можно сказать родителей но тот не поверил святому и начал произносить еще более хульные слова тогда святой Иона сказал ему пусть свяжется язык твой пусть заградятся хульные уста твои вместо той девицы бывшей при смерти умрешь ты страшно вот так и тотчас богохульник упал на землю безгласным отнялся язык его он только поводил глазами и через несколько времени и спустил дух свой за то что осмелился хулить дар святого духа находящийся в том великом святителе ну и как тебе сильно что ну вот ну короче читай вот это читай все так мы с тобой давай поговорю я тебе тут столько уже надавал всего вот посмотреть есть что красивое посмотреть откуда это и так далее ты библию то читаешь самостоятельно ну пока только занятия вот а ветхий завет ты не читал ну я да читал давно всю библию прочел на один раз а библию ты вместе 77 книг прочел да а третье маковийская о чем о войне о восстании о каком восстании нет нет не о восстании восстании это вторая маковийская ты имеешь ввиду там где этот отец маковей там у него сыновья да иуда маковей ну там не только иуда там три брата было иосия иуда и симон и отец у них маковей его так звали почему их назвали маковеями он убил исполняющего ну по религиозным культам министра царского завезал еще одного коллаборациониста еврея которые его принуждали приносить жертву жертву ну свиное мясо на идерском жертвеннике а третье рассказывает о том как и как иудеев пытались истребить в александрии слонами затоптать на поле ну сейчас мы смотрели да это про это нет 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 это война была с маовитянами и с людьми которые пришли там из Индии из Персии набрали там ну персидский этот царь набрал там больше миллиона войска миллион двести и они выступили против иудеев иудеи выстроили восемьсот тысяч и схлестнулись два миллиона считай людей на поле на одном у него было триста слонов иудеи победили силой божией разгромили их миллион человек погибло и восемьсот тысяч варвар этих ну неверных разбежались все конечно они иудеи великую победу праздновали там Илья Зер этот который слона герой как бы этого сражения самого слона важного на котором там сидел главный военачальник самого большого слона заколол копьем поддым под него вот так так что посоветуете ветхий ветхий завет читать конечно конечно обязательно читать ветхий завет постоянно читать его сейчас уже если все прочитал ты как бы можешь ну выбрать что тебе почитать можешь выбрать ну допустим что тебе понравилось я вот допустим его постоянно перечитывал хорошая читая библию саму я перечитывал его я никак не мог понять о чем там это вот благодаря Игнату Тихоновичу то что я тут в общине и он начал мне показывать и я тогда понял я не мог понять что его друзья такие предатели просто не почему они решили что он грешник зная его хорошо там его дела и так далее ну а сейчас я смотрю на свою жизнь и понимаю я даже иногда удивляюсь как меня выставляют каким-то злым днем говорят мне об этом ты злой ты там коварный там еще что мне даже странно и главное кто говорит люди которым я всецело доверяю и они вообще меня не знают это страшно просто охота сказать как Иосиф сказал братьям не бойтесь меня я бога боюсь зачем вы меня боитесь причем сами такое делают что ужасно просто как будто они видят куда они идут так вот так вот такая книга тяжелая книга судей очень сильная книга мне нравится очень сильная книга судей ну бытие конечно там можно размышлять особенно первые главы хорошо что мы сейчас проходим я прям с удовольствием иду их с удовольствием приходится очень много конечно без библии работать очень много даже времени стало не хватать зашился здесь с домом еще сейчас к зиме дело идет то то надо сделать то это когда вот лето было там еще свободное было время там я плавал еще когда вот когда пока плаваешь хорошо мысли приходят в голову работоспособность увеличивается а сейчас опять начинаются морозы всякие болячки открываются ну и дела начинаются всякие то то сделать то это то есть капусту надо насолить то морковки натереть то еще что-нибудь наделать к зиме готовимся как мыши ну там оттает ну в смысле оттает время когда холодно а ты как работаешь вообще у тебя как график рабочий ну по идее вот сейчас у нас в производстве немного работы у нас всех первую смену но сейчас заминка такая я буду во вторую то есть это получается с 12 по москве до 8 по москве вот так работают до 2 смена а 1 смена это получается по москве с 5 20 до 12 ночи ты работаешь получается нет 8 вечера по москве 2 смена и по местам то есть работаешь получается не 12 дня и 8 часов а в 12 по москве до дает пол прибавить два часа не в ночь ни разу не работал я не знаю как люди ночью ночью работают не знаю как люди два через два работают когда вот так скользящий график то есть получается даже если у тебя выходные попадают это вообще не христианское конечно ну привыкаешь но очень тяжко ночные смены это я здесь вот в семнадцатом году попал в ночные смены мне уже сколько лет это было 53 года а вы работаете хочу сказать да я работал 4 месяца работал и по ну там по 10 дней было нет а сейчас сейчас я на пенсии я с 50 лет 5 на пенсии я же работал на Колыме 10 лет почти у меня северного стажа почти 10 лет там 9 лет 11 месяцев я слышал ваши беседы с Леной Еленой Голодощук да 4 беседы по-моему да да 4 еще где-то пара бесед должна быть но пока на этом остановили мы остановились на том как я поехал сюда в общину вот уже то есть как там становление меня как христианина началось вот остановились на этом ну еще много чего интересного было да по пути в общем я работаю 5 5 через 2 классическая только график классический первую смену хороший график нормальный да хорошо дай бог чтобы так и было по-христиански то есть суббота воскресенье у тебя для Христа могут да я все время у меня ненормированный рабочий день но зато зимой я мог посвятить поэтому я и в тюрьму ходил и много чего тут делал Сыгнат Тихныч на разные проповеди ходил с ним как он в милиции перед офицерским составом выступал у нас тут в МВД в зале МВДшников огромный зал где-то около 300 мест и ниже капитана не было никого то есть от капитана и до полковников все полностью весь зал был наполнен вот и у него тема была гарант конституции знаешь кто у нас гарант конституции президент президент да и вот он говорил гарант конституции то есть он говорил о Боге что как конституция так у нас есть Слово Божие и гарант Слова Божьего это сам Господь и поэтому то что написано в Библии все исполнится и что нам для этого надо ну говорил о вере в Бога что надо веровать в Бога обязательно как относиться к людям там и так далее вот слушали даже странно такой добиться такого авторитета чтобы вот эти вот люди сидели тебя слушали это Господь а скажите вот вы подвох ходили а допустим мне если я пойду благовестствовать даже раздавать Евангелие если вот я не найду второго человека да можно одному тоже идти только к определенному этому контингенту раздавать не всем подряд ну а как ну в смысле на улице раздавать ну на улице семейным парам раздавать таким юношам ну которые не курят не пьют пиво не пьяные но видно что не торжки какие-то мужчинам раздавать можно женщинам таким ну уже возраст чтобы был и так далее к девушкам не надо приставать хотел сказать подумать что пристаешь молодой парень ну тоже можно посмотреть и здесь кому такие которые фривольные идут можно можно даже о Евангелии не говорить а просто сказать о Христе там вечной жизни и предложить визитку обязательно с собой визитки и Евангелие иметь выписать выписать Евангелие красных красных которые видел ты и визитки взять визитку и напечатать там у себя наших визиток по нашим лекалам у себя напечатать у тебя деньги если есть сразу тысяч на пять напечатай тебе надолго хватит на пять тысяч там тебе будет ну сколько там этих визиток ну там ну тысячи полторы наверное две визиток будет там может три рубля визитка будет а может каких три что-то визитка 30 копеек будет стоить то есть у тебя будет тысяч пятнадцать и раздавай на долгах надолго хватит ну да нормально хватит зато ты вытащил визитка там посмотри там разные есть визитки с разными этими если умеешь сам делать что-то составлять составь свою визитку какую ты хочешь свой город там что-нибудь такое достопримечательность себя там что вы там или Игнатих значит собой ну смотри чтобы смотрели о это ты можешь свой телефон поставить туда чтобы к тебе выходили на тебя ты будешь отправлять на Игнатих значит твой телефон Игнатих значит телефон адрес дома не надо адрес никогда никому не давать вот так никому свое заявление не показывай с моим адресом там там моя фамилия еще адрес стоит вот сфотографируйся перешли Вячеславу и все и спрячу заявление потом на крещение приедешь даст бог подпишем там тебе на поезде легче всего будет ехать сразу потеряйку там это Вячеслав наверное Вячеслав можно говорить надо обычно там собирается братья а у тебя это неудобный поезд будет тебе надо пересаживаться или еще что-нибудь у вас могу у вас есть да вокзал уже да есть да да ну ты сам просто от себя выйдешь и все а у вас тоже пересадка в Казани я могу в Казань вообще спуститься или перьм съездить ну перьм наверное стопроцентно будет ехать а там уже видно будет разберемся еще времени еще много интересно да интересно неизвестно что будет в стране вообще ну да неизвестно ты тоже тут прав целиком и полностью ну тебе сейчас вот есть что готовиться да я говорю зимой будет очень много как ну я хочу подойти к этому основательно то есть помолиться что-то не знаю чтобы Господь относитесь так основательно вот сейчас прям взял помолился вот так Господи ну даром посмотреть слове твоего маме покажи мне Господи все что мне надо для этого и все помолился еще раз где открывай поисковик и попер и все не я про разговор с матерью да разговор с мамой да что сказать как сначала прочти о маме да я об отце заодно о маме об отце там не так много выйдет то чего надо то ну хорошо будет гораздо ну очень интересно я я хочу материал подготовить потом вот прийти к матери покаяться и вот этот материал послать вот этот разговор наш с вами куда послать маме в электронном виде вот то есть что я сделал она может не понять я могу прийти упасть в колени там она не поймет ничего что ты скажешь ты че ударил я ж тебе об этом говорил а или мы с тобой об этом не разговаривали я об этом говорил с Александром Борцовым он мне этот вопрос тоже задал а что если там мама не по я ему сказал вот как надо поступить ты приходишь к маме и говоришь мама ты только не беспокойся это мой сыновый долг я должен его отдать господу отцу еще круче там отец должен тебе на шею наступить ты должен быть полностью под отцом это по слову Божьему да по слову Божьему ну я точно говорю то что там написано мой отец не хотел наступать я ему ногу тянул упал тянул он не хочет нет ты все я говорю отец в общем ты мне должен на шею наступить зачем ну так по Библии не буду я тебе никуда наступать я говорю отец ну так как ты не верующий я понимаю тебя ну в общем я сделал все что мог отец я твой сын покорен тебе и так далее вот воспитывай меня продолжай учить и так далее я говорю только не переводку потому что вот пьяница не наследует царство небесное все даже даже ты в бога не веруешь но я знаю какой ты он добрый у меня покладистый такой никогда мухи не обидит ну да ревнивый там был по молодости к маме там руку там поднимал ну редко очень все это было прям единичный случай у меня тоже отец у меня тоже он мирный человек но просто я рассказывал то что вот этот синий змей взял его и он мне кажется это я конечно суждение только такое со стороны что он пропил свою кафедру понимаете вместо своей семье он пропил это непонятно не суд конечно я ни в чем его не виню просто бывает такое и мама как бы нет винить то его надо как ты не винишь мы не должны участвовать в бесплотных делах тьмы но и обличать то есть ты не пьешь хорошо но ты должен обличать ты отца должен обличать то есть когда вот он нормально там как-то ты подкрадывайся к нему видишь что поел там он благодушный и ты его потихоньку открывай слово божие отец гляди как написано пьяница не наследует царство небесное вот придет время я тебе даже помолиться не смогу вот как я сейчас о своем отце вот то помолюсь немного потом опять прям ну пустота ничего нету я просто с ним разговаривал у меня эти слова всплывают передо мной как будто я с ним только что разговаривал и все я ему все говорил когда я маме это сказал в девяносто первом году она заплакала и мы упали друг другу на грудь и начали плакать я плачу мне жалко мама она плачет ей страшно и в конечном итоге она уверовала говорит сынок я хочу с тобой вместе быть в раю ну вот это разговоры понимаешь а это я не могу без это да что это бог там где там как баба какая-то а мама мужественно поступила плачет прямо и все я говорю мам ну надо вот это делать она я буду поститься надо я буду поститься ей до конца было тяжело поститься очень она вот прям вот господь за то что она там столько превозмогала он ей какую-то награду даст я так у меня такое есть потому что она ей очень было тяжело но она знала что надо поститься она там к этим священникам приходит они да молочка можно что ты она а вот у сына в общине у них не так да это там секта какая-то а потом батюшка начинает нам рассказывать сказки да не все священники есть такие которые вот они не такие и вот книгу мне вот не видно зеркально Качев миссионерские записки миссионерские записки вот боюсь даже открыть читать начать потому что знаю что свой миссионерский компонент есть у каждой требы например освещение квартиры ведь можно взять уже освещенную воду прочесть молитву окропить выпить рюмочку и сказать с богом оставайтесь а можно отслужить полностью малое водосвятие превратить на полчаса жилище в храм продлить молитву обязательно сказать слово для этого нужно иметь две три заготовки на разные случаи один из эпизодов жития Василия блаженного подходит как нельзя лучше вот миссионерство здорово живут ребята вот это батюшка я назову тебе десятки фамилий люди которые живут больше сделали чем ты в благовестии назовите вот показал мне книгу почитать книжку я знал заранее что тут будет не все благополучно потому что у меня свое отношение к этому человеку я его пропусте слушал штук десять не могу сказать что я очень рад ну я с него начинал с головина и с него интернете ну это вот которые дают молочко попить и так далее а потом мама лежит на смертном оде и мне приходится бороться за ее мгновение последней жизни во Христе и видно как ей тяжело она угасает уже да а закваска фарисейская и попробуй тут уже когда человек при смерти поговорить с ним я уже этот у меня как говорится случай есть я теперь знаю что такое да я знал до этого что будет невозможно разговаривать потому что человек лежит кричит плачет от боли да страшно и что ты теперь скажешь ему у меня дядька умирал и уже у него желудок там ничего не было в желудке уже пьяница была табака кор все там желудок уже никакой ну там печень печень тоже это уже и он прям кричит и позвонила тетушка говорит так и так дядя твой умирает попрощайся я поехал прощаться взял псалтырь и вот сидел начал ему псалтырь читать много псалмов прочитал штук сорок наверное читал читал ему псалмы и он начал затихать затихать я с ним разговариваю он только стонет мучается я думаю ну ладно взял псалтырь стал читать и вот читал 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 он уснул уснул и ну и все и спит и спит тетушка говорит ну что все говорит он спит ладно ну там не знаю сколько больше часа где-то читал я ну хорошо все тогда это я поехал там ну короче уехал все но и она там утром звонит и говорит все он говорит отошел под утро говорит умер не приходил сознание единственное что что он сделал как бы он открыл глаза и вот так вот вот так вот вот так покурить дайте не помню ладно у меня у меня ситуация я был маленький бабушка вроде умерла 8 лет мне было я ничего не понимал что такое смесь что бабушка не будет у меня дедушка умер мне было 9 лет я ничего не понимал у меня бабушка вот две бабушки было дедушка умерли и это я ничего не понимал ну ребенок что взять я помню бабушка я не знаю она молилась или что но на неверующий было то есть мы приходим с отцом мне кажется она просила чтобы вот последний раз на меня взглянуть мы приходим с отцом и она так только голову подняла и умерла то есть посмотреть на меня хотела наверное последний раз может быть можно так сошлось мы только заходим и она отходит прямо видно что уже душа отошла последний сдох там вот такое но это для тебя тоже чтобы ты запомнил это мне потом дедушка помог ангелы в виде дедушки ко мне явился ангел может ни один не знаю говорил мне о жизни вечной о боге мне 11 лет было уже в пионерском лагере там целая эпопея меня закрыли в этом в изоляторе чтобы я ни с кем больше не разговаривал я там давай всегда прошу про вечную жизнь как можно вечно жить фантастики начитался или еще на полном серьезе я всех расспрашиваю подряд ну и маму вызвали мама пока приехала из Красноярска далеко была а я тут был в Алтайском крае на озере Ая в Бийском районе ну она приехала думала что что-то не то ну там ясно за сердце она хваталась приехала я начал ей рассказывать что дедушка а она своего отца очень любила он ее очень любил сильно Валюшку свою маму Валя звать и она сразу поняла что я не ку-ку и все и вот это наше с ней общее горе потому что он рано умер ему 53 года было мне уже 58 я уже на 5 лет деда своего пережил 53 года в 53 года там еще крепкий был но он был поранит и в живот живот ну там рак у него был в животе от каких-то там непонятно и сзади у него ранение было у него сорвана была часть ягодицы вот здесь вот в вышине осколком мины мины шлепнуло он автоматиком был наступали как раз ему выдернуло тут прям такая тут с кулак дыра была то есть верхняя половина вот здесь вот вот ягодицы не было вообще туда зашито было вот так можно было так ну мой кул сейчас там и нет я был ребенком туда кулак можно было засунуть ну и что-то там у него с желудком еще было то ли ранение то ли вот это то что вот эти вот голодовки все вот эти рак развился его резали 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 он в очередной раз не выдержал на операционном столе помер 50-е годы у него были медали рядовой был был такой этот Юрий Никулин такой был артист юморист у него цирк там был на цветном бульваре и вот это Юлия Никулин в своей книжке он вспоминает о дедушке моем Рудаков Александр молодой связист говорит Рудаков Александр мы с ним дружили в армии как раз это о нем вот и потом когда пришло время когда Господь дал мне веру я с мамой поделился тем как со мной все произошло она немало не сомневалась во мне и тоже уверовала в Господа была неверующая совершенно как и отец как и сестра и сестра тоже увидела как мама уверовала как бы я был не совсем авторитет для нее я как бы предатель там бросил ее там и так далее но то что мама уверовала она начала читать книги в нашей книге трехтомник читает не знаю сейчас читает или нет но читала но правда у нее отношение что священников не зимать то есть вот церковь она стоит все а мы там сами как-то уже к ней должны прилипнуть ну вот такая начиная с ней разговаривать когда до жесткого доходит она со мной не надо так разговаривать это тебе не община твоя понятно как разговаривать ну то есть говорить правду правда не любит люди не любят право ну ты наверное это уже понял а ты вообще в храме то с кем-то разговариваешь вообще так-то никогда со священником не говорил ни о чем мы со священником общались вот насчет справки я обращался к нему ну что пообщались пару раз я ему отдал ему распечатал две темы вот кистиному крещению и о священстве вот из книги к истинному православию говорит почитаю не знаю будет читать не начал там конечно это я ему рассказывал спросил как вот так и так говорю крещение ведь это каноны же есть церковные что вот три погружения там и так далее он там начал как ой вообще понес понес даже думал священное писание привести так забыл даже чем он мне там начал в общем на уши на уши сел так скажем ты сел да ну я знаю вот тебе бабушка и назовите хотя бы десяток фамилий которые исполняют каноны господни самое главное молодой еще в самом начале что к нему пошел у него все еще впереди мне мне так кажется 33 года всего ну материалы дал помолился что еще сделаешь ну молодец ты это хорошо сделал нормально людей теперь смотри смотри людей кто там люди стоят подходи беседу по одному человеку каждый каждый раз как увидишь кого возьми с собой евангелие подарить визитку и подойди там после службы будет человек уходить простите в ресторане и так далее там вы как не хотите поговорить о вере о библии спроси ну не в чем не девчонок молодых только ну и не женщин начинает попробуй с мужиков я думаю говорить с теми отсеять захожан которые бывают потом которые более-менее по форме то есть платки юбки кто часто ходит и вот то есть этот народ отсеивается отсеивается там вообще наверное пару человек будет всего ну вот вот с этого начни кто не разговаривает там кто не шатается не шарахается то есть более-менее дисциплина думаю с тех начинать только только не это не не говори в храме и во дворе в храме и во дворе не говори не говори ничего так за оградой где-нибудь на остановке или где-то там по пути просто а почему не в ограде ограда тоже принадлежит церкви получишь замечание и потом возьмут на заметку и будут гонять тебя тебя и так будут гонять когда узнают что ты разговариваешь с людьми а тут прям сразу будут гонять так что все это уже понятно неоднократно это говорили уже я предупреждал всех и там были уже да я вот там не могу никак начинать спрашивать а как ты да я вот подошел там возмутился в церкви ну а что ты хотел тебе же сказали в церкви не разговаривать что ты хочешь священнику сказать напиши записку подай ему он подойдет тебе ответит ответить тебе когда тогда ты можешь там ответить что-то если он ну прям к тебе подойдет будет отвечать не будешь же ты его за руку вытаскивать ответ кротко что хотелось бы с вами побеседовать на тему слова божие вот крещение там проповеди все там даваться сильно не надо попросить где-нибудь чтобы это было не в церкви сказать я миреним я не могу в церкви беседовать и все он там скажет да я там милостью разрешаю сказать ну нет ну и все тогда если нет то и скажет давай здесь ну не соглашайся и все в храме не надо беседы производить мы леним в храме жены в церкви молчат тем более мужей написано вот я допустим чтец мне можно в храме побеседовать со священием но я этого не допускаю такие дела так ну ладно Георгий помоги Господи тебе спаси Христос сгрузил тебе чтение столько всего давай ты с мамой переговори долго долгий ящик не откладывай но смотри сам смотри сам почитай еще Слово Божие подготовься Господу слава веки веков аминь с Богом с Богом С Богом Продолжение следует...